Привет, друзья! В этом видео мы расскажем вам историю юго-восточных окраин Харькова. Метро Индустриальное является конечной на Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена, но за ней город не заканчивается, а начинается группа достаточно больших жилых массивов, в которых проживает около 70 тысяч человек. Среди них микрорайон Горизонт, микрорайон Солнечный, Южные Пятихатки или 759 микрорайон, также именуемый в народе Роганским жилмассивом, поселок Восточный и другие исторические районы, которые большинство людей называют просто Роганским жилмассивом. Сначала разберемся, откуда появилось слово Рогань, а все очень просто. В двух километрах от городской черты Харькова протекает маленькая река Роганка, левая притока реки Уды. Река имеет длину всего 31 километр, берет свое начало у села Верхняя Роганка, а дальше протекает по территории ряда сел и поселков. Среди них Сороковка, Ольховка, Степаньки, Коропы, Бисквитная, Малая Рогань, Рогань, Докучаевск, Светанок, Зеленый Колодец и Терновая. На русле реки Роганка в 1972 году было создано небольшое водохранилище. Цель его создания – это орошение полей и создание рыбхоза. Поселок Рогань в пригороде Харькова долгое время носил название Большая Рогань. Таким образом, три населенных пункта получили свои названия от реки – Верхняя Роганка, Большая Рогань и Малая Рогань. По территории поселка Большая Рогань еще во времена Царской России была проложена железнодорожная линия и открыта железнодорожная станция Рогань. В 1931 году в километре на север от этой станции начнется строительство одной из первых в Советском Союзе школ летчиков, которая превратится в легендарное Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза Сергея Крицевца. Среди его выпускников сотни героев Советского Союза. Это был главный центр подготовки космонавтов на территории Украины. Вокруг училища вырос небольшой военный городок, который получил название Рогань-1 или Военвет. Он занимает площадь около 200 гектаров. На его территории расположились казармы, штаб, столовая, медсанчасть, склады, плац, музей авиации и космонавтики под открытым небом, клуб с кинотеатром, стадион, бассейн, бани. Для военных и их семей были построены жилые дома и общежития. Городок был полностью автономным, со своей котельной, водонапорной башней, силовые кабели, протянутые под землей от электроподстанции. Для детей военных на территории городка работала отдельная школа и детский сад. Огромная территория постоянно убиралась и облагорашивалась курсантами училища, потому это был настоящий город-сад. Но в начале 2000-х училище закрыли, огромные корпуса опустили и превратились в заброшки. Теперь Военвет – это небольшой город-призрак на окраине Харькова, на территории которого остается с десяток жилых домов, которые стоят по соседству с заброшенными и разрушенными казармами и корпусами училища. И лишь памятник самолету МиГ-21, который устремился в небо, напоминает о былом величии. Если посмотреть на город Харьков с космоса, то можно увидеть, что он имеет очень необычную многоугольную форму с сильным выступом на юго-восток. И так уж получилось, что такие поселки как Военвет, которые в начале 30-х строили в 10 километрах от города, сейчас находятся в его черте. Произошло это по ряду причин. Основное – это нежелание городских архитекторов в разные эпохи уплотнять город. Вместо того, чтобы сносить частный сектор в центральной части города, приоритет отдавался постройке многоэтажек где-то в полях на окраине. Так, например, в начале 1930-х годов городские архитекторы не стали искать площадку под размещение тракторного завода и жилого массива для его рабочих, а решили построить его в 7 километрах за городом на Лосевской равнине. Город-спутник на юго-востоке получил название Новый Харьков. Со старым Харьковом его соединяло только Чугуевское шоссе. Планировалось, что в этом городе будут проживать 120 тысяч человек. Но из-за начавшейся войны Новый Харьков так и не построили. Он стал просто поселком ХТЗ. А в послевоенные годы от идеи города-спутника отказались полностью. А вот от идеи строить многоэтажки в полях не отказались. И потому, чтобы расселить людей, которые потеряли свое жилье во время войны, было принято решение построить новый жилой массив на окраине, который так и назвали новые дома. И уже к 1960-м ХТЗ стал полноценным районом города. Но на этом все не закончилось, поскольку вокруг ХТЗ начали появляться небольшие жилые массивы и частный сектор, в котором селились работники огромной промзоны. В начале 1950-х началось строительство двухэтажных жилых домов рядом с заводом Электротяжмаш. А за ними появился огромный частный сектор. Застройка продолжалась до конца 1980-х. Так появился поселок Восточный, который по сути является продолжением ХТЗ. По сути это огромный частный сектор с несколькими скоплениями многоэтажек. Например, микрорайон рядом с метро Индустриальное. Еще одна группа многоэтажек на поселке Восточный находится рядом с Зеленым Гаем и рекой Студенок. По обе стороны улицы Луи-Пастера. Рядом с рекой Студенок находится два ПТУ, одно из которых давно заброшено и превратилось в местную баянную заброшку. Рядом с ним находится спорткомплекс Смена и бассейн Нептун. В 1980-е годы перед городскими архитекторами Харькова снова встал вопрос, куда расселить огромное количество людей, которые работают на промзонах Орженитидзенского района. И снова никто не стал сносить частный сектор и уплотнять город. Приоритет снова отдали постройке многоэтажек в полях на краю города. В районе плиточного завода началось строительство нового микрорайона. Но на этом все не закончилось. Прямо под окружной был построен еще один микрорайон, который получил название Солнечный. По сути это два десятка многоэтажек, этажностью в 9, 12 и 16 этажей, а также детские сады и школы для жителей. Население микрорайона до войны составляло около 8 тысяч жителей. Во время боевых действий микрорайон очень сильно пострадал, поскольку находился в прямой видимости из села Малая Рогань, в котором находились позиции российских солдат. Солнечный находится на самом краю города, прямо под окружной дорогой. Казалось бы, куда дальше строй, но нет, городские архитекторы решили на этом не останавливаться. И в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого столетия началось строительство нового жилого массива уже в полях за окружной дорогой. Микрорайоны начали строить рядом с летным училищем и городком Военвед. Стоит заметить, что крупный аэродром в Чугуеве появился только после Второй мировой войны. А вот до войны летное училище использовало небольшие полевые аэродромы, которые находились рядом с селами Гракова, Каменная Яруга и один из аэродромов находился в полях рядом с училищем. После военные годы он использовался крайне редко и в 1972 году был окончательно закрыт. А в конце 1980-х эту территорию отдали под застройку новыми микрорайонами, которые получили название в честь расположенной неподалеку железнодорожной станции Обрии, то есть Горизонт. По сути, Горизонт является самым отдаленным от центральной части города районом. Проспект Героев Харькова, бывший Московский проспект, считается самым большим в Украине. Его длина составляет более 18 километров. И как раз таки он берет свое начало в центре Харькова, а заканчивается на Горизонте. При этом сам Горизонт является недостроенным жилым массивом. В микрорайоне не хватает как минимум одного детского сада. А сам микрорайон должен был быть не один. Планировалось еще строительство Горизонта-2 или Южного Горизонта. Тогда жилой массив образовывал бы круг, внутри которого находилась бы круглая площадь с кругами разворота троллейбуса и станции метро. Когда в конце 1980-х началась активная застройка юго-восточных окраин Харькова, появилась идея постройки трех новых станций метро. За Пролетарской должна была идти станция метро Восточная. Она должна была расположиться на пересечении Московского проспекта и улицы Пятихатская. В пешей доступности от нее находился микрорайон Восточный, Солнечный и проходная плиточного завода. Следующая станция метро должна была находиться в центре жилого массива Горизонт, а ее проектное название Роганская. Конечной станцией должна была стать Южная, которая должна была расположиться на улице Сергея Грицевца на микрорайоне Южной Пятихатки, он же Роганский жилмассив. Это еще один район на окраине Харькова, частично за окружной, застроенный 9, 12 и 16 этажными домами. Застройка стартовала в начале 1980-х. Население жилмассива составляет около 20 тысяч человек. Особенность Роганского жилмассива в том, что окружная дорога здесь не окраина города, а обычная дорога. Среди достопримечательностей огромный недостроенный храм площадью в 300 квадратных метров и высотой в 50 метров. Одновременно он должен вмещать 600 человек, строят его уже 10 лет и непонятно когда достроят. Еще одна достопримечательность крутая детская площадка во дворах рядом с этим же храмом. Здесь есть и мини зеркальная струя и скульптуры разных харьковских достопримечательностей. Еще к достопримечательностям можно добавить необычные крутые муралы на 16 этажках Рогани. Больше всего как по мне выделяется жираф и градусник. Роганский жилмассив связывает со станцией метро множество троллейбусных маршрутов. Также рядом с районом есть железнодорожная станция Пятихатки, которая и подарила ему одно из названий. Но поскольку на севере Харькова есть еще одни Пятихатки, то этот район получил название Южные Пятихатки. Роганский жилмассив известен еще и своей промзоной с предприятиями пищевой промышленности. Одно из них это Харьковский молочный комбинат. Его строительство стартовало в начале 1970-х. В 1973 году комбинат начал свою работу. Произведел молоко и молочные продукты. В этот же день участников семинара совещания встречали на Харьковском молочном комбинате. Предприятию этому всего 15 лет. Но за это время его успели значительно расширить, реконструировать. Жизнь потребовала. И вот появился новый маслоцех. В смену он выдает 15 тонн масла. Участка по производству домашнего сыра тоже здесь раньше не было. А вот эти три новые высокопроизводительные линии разлива молока разливают в час 12 тысяч тонн бутылок. И стерилизация совсем по другой технологии теперь проходит. Поэтому и срок хранения молока в пакете теперь 10 суток. Все это конечно сделано при активном техническом содействии предприятия. В 2002 году был выкуплен компанией Вимбельдан, который является дочерним предприятием PepsiCo. После этого начался выпуск 80 видов молочной продукции под брендом Romol. Что расшифровывалось как роганский молокозавод. Каждые сутки перерабатывалось до 150 тонн молока. В 2019 году компания PepsiCo продала Харьковский молочный комбинат. И его выкупила компания Агросвит. После этого комбинат начал выпускать продукцию под брендом Агромол. На другой площадке по соседству расположился Араканский мясокомбинат. Также достаточно известное предприятие среди харьковчан. Он производит более 180 наименований колбасных и мясных изделий. И его продукцию можно встретить во многих супермаркетах. А вот по соседству с мясокомбинатом расположилось, пожалуй, самое известное предприятие этой промзоны. Роганский пивзавод. Продукция этого предприятия известна уже в масштабах всей Украины. Рогань. Пывая кванае. Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Завод был основан в 1989 году. И первые годы своего существования производил безалкогольные напитки. Произошло это, поскольку в конце 80-х проводилась антиалкогольная кампания. И в стране еще действовал так называемый сухой закон. Лишь в декабре 1992 года была сварена первая партия пива. И только в 1993 году Роганская-Жигулевская попала на прилавки харьковских магазинов. В конце 90-х продукция завода вышла на всеукраинский рынок. Предприятие заняло площадь в 14 гектаров. Объемы производства составили 15 миллионов декалитров в год. Роганский пивзавод производил в 2,5 раза больше пива, чем все остальные заводы и броварни Харьковской области вместе взятые. Скорее всего, основной причиной, почему пивзавод разместили именно на Рогане, стало наличие водного горизонта. На территории завода находится артезианская скважина глубиной 687 метров, которая полностью удовлетворяет потребности завода в воде. И судя по объемам, под Роганским жилмассивом находится целое подземное озеро. Кстати, на территории этой же промзоны, в 300 метрах от пивзавода, находится предприятие Роганская-Артезианская вода. Оно также имеет свою артезианскую скважину и занимается разливом бутилированной воды и продажей артезианской воды из автоматов. В 2000 году Роганский пивзавод был выкуплен компанией Sun Inter Brew, которая является дочерним предприятием крупной бельгийской пивоваренной компании. На Роганском пивзаводе производится пиво под собственным брендом, такое как Рогань Традиционная Свитла, Рогань Монастырской Свитла, Рогань Веселый Монах, Крепкая, Рогань Безалкогольная, Светлая. Также на заводе разливают пиво других брендов, таких как Черниговская, Янтарь и Жигулевская. И производят всемирно известный бренд пива БАД. А еще завод занимается производством безалкогольных напитков, например кегового кваса. Но это преимущественно сезонное производство, его разворачивают перед летними месяцами и сворачивают осенью. И последнее предприятие из этой промзоны, которую мы рассмотрим, это чайная фабрика Ахмат Ти Украина. Фабрика находится на самом краю города, рядом с железнодорожной станцией Рогань. Это украинский филиал всемирно известной британской чайной компании Ахмат Ти. Ахмат это не сила, Ахмат это чай. На фабрике установлено современное оборудование. Цеха очень чистые, светлые и просторные. До войны на Роганский пивзавод и на чайную фабрику Ахмат можно было попасть с экскурсией и своими глазами посмотреть на производство. Быть может в будущем нам удастся побывать на этих предприятиях и на канале выйдут более детальные их обзоры. На территории чайной фабрики находится заброшенный многоэтажный корпус. При этом все входы в это здание закрыты и оно охраняется. Точной информации мне не удалось найти, но скорее всего эти здания строились совершенно для другого предприятия. Из-за кризиса 90-х его не удалось ввести в эксплуатацию и потом эти помещения выкупила чайная компания. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Напишите в комментариях о всех неточностях, неупомянутых фактах и интересных событиях, которые мы забыли упомянуть в этом видео. И в следующих роликах мы обязательно о них расскажем. А на сегодня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok